АРЕНА ГАЛАКТИКА Программу АРЕНА ГАЛАКТИКА продолжит дискуссия. Можно ли автоматизировать ИБшника? Или когда ИИ выгонит всех на улицу? Встречайте участников дискуссии. Сергей Данилов, начальник управления информационной безопасности, Росреестр. Дмитрий Гадарь, вице-президент, директор департамента информационной безопасности, Тинько. Владимир Бенгин, директор по продуктовому развитию САЛАР. Дмитрий Миклуха, старший вице-президент, директор департамента информационной безопасности, Промсвязьбанк. Денис Гайденко, руководитель отдела расследования и реагирования на угрозы информационной безопасности, экспертного центра безопасности, Positive Technologies. Модератор Михаил Стюгин, руководитель направления автоматизации информационной безопасности, Positive Technologies. Коллеги, всем привет! Привет! Сегодня поговорим на очень интересную тему, как искусственный интеллект влияет на эффективность качества процессов по кибербезопасности и как это в будущем может в целом повлиять на рынок труда этих самых специалистов по кибербезопасности. Мне тут недавно на глаза попалась интересная книга автора Кайфу Ли. Он был когда-то главой корпорации Google в Китае и впоследствии топ-менеджером компании Microsoft и Apple. И вот в этой книге, которая называется «Искусственный интеллект 2041», он в таком виде художественных зарисовок показывает, как может выглядеть наше, скажем так, неотдаленное будущее в связи с таким тотальным повсеместным использованием, внедрением технологий искусственного интеллекта. И, безусловно, он не обходит стороной такую тему, как замещение искусственным интеллектом многих профессий, что вызывает массовую безработицу. И в его представлениях появляются даже такие корпорации, которые занимаются трудовой релокацией массовой людей с каких-то старых рабочих мест, которые поглотил искусственный интеллект, на некоторые новые, которые как-то искусственный интеллект еще не коснулся. И вот в таких апокалиптических прогнозах он в целом не одинок. У нас есть множество визионеров, множество экспертов различных технологических корпораций, которые делают иногда даже более оптимистичные прогнозы, что это будет не 41-й год, а может быть 30-й год, 35-й и так далее. Но если мы возвращаемся в сегодняшний день и попробуем посмотреть в точке, где мы сейчас находимся, то когда мы анализируем различные кейсы использования искусственного интеллекта в кибербезопасности, как будто бы их не так много. А там, где они действительно работают, применяются, это приводит не к сокращению штата людей, а иногда к его даже увеличению. И вот как раз в этой дискуссии мы хотим разобраться, вообще на чьей стороне правда, то есть кто прав, оптимисты, пессимисты. И начнем мы, наверное, сегодня как раз с анализа, где мы сейчас находимся. У нас сегодня трое спикеров представляют роли ЦИСа, то есть они занимаются кибербезопасностью в своих собственных компаниях. И один спикер у нас маленько опаздывает, да, он придет чуть позже. Ну, давайте начнем. Банк Тинькофф. Цифровой банк. И в целом, наверное, уникальное явление не только для российского рынка, но и для мирового. И если кто-то там первый заместит всех людей искусственным интеллектом в кибербезопасности, наверное, это будет именно Банк Тинькофф. Дмитрий, как вы считаете? Мы стремимся к этому. На самом деле у нас действительно очень сильная команда искусственного интеллекта сама по себе. Машинного обучения. Но единственное, что мне, наверное, не нравится, вот у меня ребята ездили на Black Hat, я сам не поехал. Там вообще тема с искусственным интеллектом и машинным обучением. Просто каждый доклад, если у тебя там нет ничего про искусственный интеллект или машинное обучение, это как бы не доклад. И это становится таким булшитом, что, ну, то есть настолько этот цикл, мне кажется, мы в пиковой точке хайпа про искусственный интеллект и пытаемся запихнуть все, что можно в него, и его запихнуть куда только можно, и все это работает. И кажется, все это вообще только на словах делается. в основном, ну то есть по крайней мере те доклады, которые я смотрел ребята, которые у меня ездили, просто поржали над половиной докладов, потому что такой маразм, ну то есть его там прикручивают там, где как бы удивительно было бы, что вообще о нем там говорят вопрос что применяем ли мы да, на самом деле кажется, что мы стремимся к тому, чтобы заменить все искусственным интеллектом машинным обучением, но мы как бы идем очень итеративно и понимаем то есть это звучит так, что мы давайте всех заменим, вообще у нас там порядка, не знаю, 300-350 процессов информационной безопасности какие-то части этих процессов довольно неплохо поддаются развитию при помощи искусственного интеллекта какие бы примеры провести, не знаю, у нас есть три песочницы, например, на периметре и мы пытаемся при помощи машинного обучения лучше обнаруживать фишинговые письма и довольно неплохо это получается делать ну там требуется до обучения есть плохие какие-то кейсы когда мы пытались обучить на DNS-трафике искусственные интеллекты выявлять аномалии и это плохо работает потому что когда нет конкретного запроса какие аномалии выявлять ну то есть то файн-тюнинг идет достаточно тяжело потому что ну задавая вопрос типа загрузи любые данные и выяви какие-то аномалии ну какие-то аномалии он выявил ну как бы являются ли они атаками ну нет просто какой-то белый шум какие-то аномалии какая-то хрень ну то есть так вообще плохо работает и это собственно показывает то что разделение команд ML у нас большая команда человек 800-900 занимается чисто ML бизнесовым и мы садимся там на их платформу но внешняя интервенция ML команды такой ML десант работает крайне херово типа это нужно чтобы продукт-оунеры ну то есть те кто занимаются продуктами информационной безопасности сами понимали как устроен ML как устроена машина обучения как файн-тюнинг делать на каких данных куда их грузить куда грузить результаты работы машинного обучения и так далее то есть и должны команду операционную пересаживать на собственно файн-тюнинг моделей и вот только в таком контексте кажется это работает потому что у нас было много разных подходов мы пытались просто влить не знаю в наших крутейших ML-щиков задачу типа вот смотри сок ловит вот такие штуки можешь сделать классно они делают классно но только атак короче они не находят ну то есть получается классно но в какую-то другую сторону вот а с точки зрения развития мне наверное в целом это такой прикол что ML там заменит всех там и бэшников или кого-то потому что никого он конечно не заменит это вопрос развития структурирования процессов информационной безопасности какие-нибудь классный пример привести вот очень клевые примеры в application security вот предыдущий доклад и вообще очень много докладов связанных с тем как мы выявляем и предъявляем уязвимости значит разработчикам разработчики что-то там кому-то должны короче вот это работает парадигма крайне херовая мы все время думали как из нее выйти и перестать мучить как это русскими словами без мата сказать приставать к разработчикам чтобы они занимались там исправлением уязвимости которую они плохо написали поэтому мы туда прикручиваем сейчас машинное обучение чтобы исправлять уязвимости за разработчиков то есть мы ему предлагаем pull request который он может просто замерзжить и код задеплоить код с исправленной уязвимостью и это работает гораздо круче когда и это уже в части репозиториев у нас работает например на гитлабе то есть мы находим уязвимости машинным обучением научились тряжить ее ну то есть мы выясняем уязвимость это или нет мы понимаем контекст той репозитории где разработчик пишет ну то есть можем ему объяснить контекстно задавая правильные вопросы не знаю в чат же 5 тот же контекста объяснить почему это угроза и к чему это может привести и в каких-то случаях правильно протриажив имея опыт исправления других уязвимостей огромный накопленный опыт и обученную зафайнчунинную модель я не помню мы майкрософт или гугловый взяли тюнилинг для себя мы можем предлагать некоторые исправления и просто разрабу просто даем возможность нажать кнопку и задеплоить исправленный код без уязвимости вот это прям прикольный подход причем тут там замена кого-то ну мы так раньше не делали но мы пытались разрабов даже как это заставлять исправлять уязвимости это работает сильно хуже да дмитрий спасибо а вот сразу такой провокационный вопрос мы же все-таки хотим понять границы мэля то есть насколько вот он сейчас помогает или нет вот допустим представим что мэль сегодня исчез ну вот там не знаю на законодательном уровне допустим взяли и запретили у нас там были такие дикие инициативы некогда и вот без мэля как изменился кибербес у вас компания ну то есть потеряем часть прям процессов которые прям работают и работают клево я не знаю знаете процесс такой вот есть все равно люди грузят что-то из интернета какие-то не знаю программное обеспечение ставят себе на компы вот раньше у нас это программное обеспечение руками проверяла там первая линия потом перепроверяла там вторая линия потом и бэшник там присматривал какие-то дикие эмпирические правила по асессменту всего этого и мы попробовали просто в чат GPT грузить короче задавать правильные вопросы является ли это херовым программным обеспечением вы не поверите ну то есть чат GPT делает это лучше чем вот эта вот линейка из 10 сотрудников ну можно конечно откатиться назад вернуть вот это руками продолжить проверять является ли это там опасным уязвимым процессом в каком-то смысле да ну то есть можно там обманывать и модели будет ли кто-то модели обманывать чтобы загрузить какой-то ну не знаю вредоносный софт в компанию вот прям вряд ли и вот такие простые процессы кажется они очень хорошо с использованием ML заезжают то есть при этом ну конечно надо понимать мы много вопросов отвечаем то есть у нас есть поток есть аналитики ребята которые анализируют в бизнесе много изменений надо их как-то проанализировать ну то есть типа опасно это не опасно архитектура анализ очень много вопросов задают бизнесы в безопасности мы их стимулируем к этому сделали отдельный канал в который можно прийти задать вопрос хочу данные вот туда вот не знаю сгрузить что-нибудь с ними сделать куда-нибудь передать ну и сидят аналитики отвечают вот процентов 30 сейчас отвечает ну как бы ML на эти вопросы но просто обучившись и понимая контекст если это не очень критичный вопрос то и прикольно или другой пример который мы хотим развивать у всех наверное есть какие-то системы автоматизации деятельности я не знаю вики жиры короче где ведут задачи или рисуют архитектуры ну вот мы сейчас дообучаем модели которые хотим натравить на нашу внутреннюю жиру чтобы она сама находила опасные задачи подсвечивала их тем кто это делает и предлагала какие-то корректирующие меры ну блин ну как это руками пройти можно конечно там 200 миллионов задач но это чуть сложнее чем просто натравить ML который будет нон-стопом это прокручивать еще и процесс прикольный сделали с двумя студентами написали за лето есть проблема в source composite анализ проблема в чем в том чтобы составить сбом файлик типа в нем чтобы зависимости были и по нему потом уже анализировать какое программное обеспечение какой версии типа уязвимая ну и выпиливать его из репозиториев у нас так процесс устроен что мы в рантайме вообще мало что делаем мы в основном все делаем в репозиториях и гарантируем что из репозиториев в рантайм попадает только то что мы ожидаем но при этом нужно репозиторию очень клево анализировать если это какой-нибудь докер контейнер короче нам нужно составить по нему сбом это просто файлик который содержит перечень зависимости с версиями и за лето написали такую штуку которая очень эффективно в том числе по бинарным файлам исполняемым строит этот сбом ну и мы прямо используем это этот сбом ходит до обучается крутится реанализирует наши контейнеры из этих контейнеров вываливает что есть какие зависимости ну и под это нужен конечно выстроенный процесс что происходит дальше дальше там где найдены зависимости разрабы уведомляются что типа чуваки что-то у вас тут нашлось пожалуйста пересоберите ваш докер контейнер а этот будет заретайрен там через неделю ну то есть не пересобирают ну значит у них рантайм перестанет собираться ну то есть все привыкли и так работают ну то есть вот бегает мл-ка находит уязвимые компоненты ретайрит их и выкидывает просто из репозитория прикольная штука вот тот чем мы пользуемся прям активно да спасибо дмитрий очень интересно я тогда вот сергея тоже спрошу но маленько переформулирую вопрос вот как раз дмитрий привел очень много интересных кейсов таких узких задачек да которые мель делает хорошо а вот вопрос в том если мы например от этих узких задачек попробуем перейти к макро-процессам которые можно автоматизировать ну то есть условно весь кибербез можно там декомпозировать на такие процессы да там это не знаю процесс управления уязвимостями там большой процесс не знаю или там процесс реагирования детектирования реагирования на инциденты вот ну то есть некий макро-процесс который полностью завершенный полностью автоматизирован да то есть если это управление уязвимостями то есть система сама там ставит источники на сканирование сама сканирует сама находит уязвимости сама их приоритизирует сама патчет, сама верифицирует, ну и как бы полностью завершено, завершенный процесс. То же самое, например, в части СОКа, там система сама собирает все сработки, сама их анализирует, сама расследует инциденты, сама реагирует, ну и там выстраивает сценарий реагирования, сама их исполняет. Довидем так, что бизнес там бабки зарабатывает, короче, и все это уже следующий шаг. Это уже следующий шаг. Но вопрос в том, можно ли вот такие макропроцессы прям поставить на автопилот, насколько мы от этого далеки и движетесь ли вы как-то к этому сейчас? В любом случае, скажем так, этот момент не за горами, это первое. Второе, процесс надо сначала отладить. Собственно, как бы задал вопрос, на него сам по себе ответил. Первое, мы, конечно, идем в искусственный интеллект с точки зрения разбора каких-то простых историй. То есть, вот этот monkey job, так называемый, да, когда идет разбор, там, я не знаю, по фолсам, по срабатываниям антивируса и прочего, но эта тема замкнутая, простая. Дальше мы пойдем уже в оркестрацию. Мы сейчас уже открыли проект у нас по управлению, собственно, вообще процессами IT и EB. Мы его так и назвали, что оркестрация IT и EB процессов в рамках нашей инфраструктуры. В любом случае, мы от этого не уйдем, потому что это как с автоматизацией в свое время происходило. Когда там на фабриках, на заводах целые, не знаю, стачки, забастовки были, все, сейчас все выйдут на улицу, никто никуда не вышел. Просто время реагирования, жизнь, вообще процессы, они оптимизируются, они ускоряются. Если ты не будешь использовать искусственный интеллект или там хотя бы какую-то автоматизацию, роботизацию, неважно, у тебя не будет толпы ресурсов с точки зрения людей, раз, а второй, ты просто не успеешь. Мы уже сталкиваемся с тем, что атаки производятся с использованием искусственного интеллекта. Там не сидит толпа народу, там тысячи, не, ну, бывают, конечно, такие, как 22-23 год. Собственно, вот. Сергей, как будто бы изящно ушел от ответа. Все-таки макропроцесс можно автоматизировать полностью, либо мы можем как-то просто помочь в рамках отдельной функции с применением ML-ки. Не, в любом случае мы придем к этой автоматизации. Я тебе ответил, это можно, но не в моменте. Проблема, что макропроцессов не существует, это иллюзия. Ну, то есть их просто нет. Да, как и мой макропроцесс. Можно автоматизировать бизнес? Давайте, ну, как, непонятно. Давайте, ну, GPT, заработаем немного денег. Да, да, да. Построим мне бизнес. Построим мне сок. Ну, то есть сок для каждого, как это кажется, свой, вообще просто уникальный в каждом своем. Это какая-то попытка, не знаю, сколько я занимался соками, но у меня в каждой даже организации вообще разные, просто разный сок. Вообще просто разный. Ну, они не сойдут, конечно. Сок это не самоцель. Ну, безусловно. Кто-то зарабатывает деньги, кто-то функции выполняет, государственные еще иные. Да. Окей, да, спасибо. Я вижу, что Дмитрий, промсвязьбанк, присоединился к нашей беседе. Я вот специально позвал представителей двух банков, потому что, ну, все-таки промсвязьбанк – это государственный банк, да, и там вроде как его процессы цифровизации, они как-то сильно аффектятся различными регламентами, да, и силы этого могут сильно отличаться от банка Тинькофф. Дмитрий, не расскажете, как у вас обстоят дела? То есть где вы сейчас находите с точки зрения использования ML в различных задачах кибербезопасности, и как себе видите дальнейший путь, стратегию? Ну, спасибо большое. Я очень извиняюсь за опоздание. Я торопился, бежал. У нас не как у Тинькоффа. Вот, к сожалению, в глубоком, наверное, вы правы. Абсолютно у нас очень специфичный банк. У него особая миссия. Ну, эта миссия накладывает определенные ограничения. Ну, это мягко говоря ограничения, но по большому счету там их очень много. Если говорить про… Ну, мы же сейчас… Я правильно понимаю, что мы считаем искусственный интеллект – это все? Это генеративные сети, это ЛММ. То есть, ну, это вот прямо широким мазком. Абсолютно все, да. Да. Хотелось бы сказать, что все есть, но нет, неправда. Если мы говорим с точки зрения бизнеса, то бизнес наш далеко шагнул. Он идет прямо семимильными шагами. Он внедряет это в чат-боты, внедряет в ДБО. То есть, у нас есть собственный помощник Атюша, который работает, в принципе, с Янекс Джипетти. То есть, в целом они, ну, там, идут в эту сторону. И в целом банк движется тоже, если мы говорим про большие данные, обработку больших данных. Но если мы говорим как функция кибербезопасности, информационной безопасности, то, наверное, мы с определенным скептизмом смотрим. Мы для себя определяем скорее ниры. То есть, мы видим какую-то работу, то есть, мы наметили для себя шаги. То есть, мы, в принципе, видим это в использовании сока первой линии. Мы видим это в антифроде, потому что, ну, антифрод при всем… Я не буду сейчас называть продукты, да, но в любом коробочном решении сейчас антифрода есть вот коробка, где есть якобы какой-то искусственный интеллект. Никто его не видел, никто им не пользуется, но он есть. Ну, то есть, когда он заработает и как, мы не дожидаемся. То есть, мы разрабатываем свою модель, вот, обучаем ее. Тут мне интересен просто диалог. Я не отнимаю много времени, я прям еще минуту, да. А у нас был просто цифр, да, и там была интересная дискуссия как раз по поводу искусственного интеллекта и вот кибермошенника завтрашнего дня. И там такая интересная мысль прозвучала. Ведь, по большому счету, все общедоступные GPT-модели, они обновляют свои классификаторы, обогащаются за счет нас же, да, за счет всех. И почему, например, там прозвучала мысль, я не помню, даже, возможно, я ее сказал, о том, что почему для нас это неприемлемо, как для безопасности, да, наверное, потому что мы все паранойки, да, мы вот, ну, мы как бы, если что-то строим, то строим у себя это. То есть, каждый, каждый по кусочку по островку построил, да, а все эти островки между собой там, ну, мягко говоря, не общаются. Мы сейчас не говорим там про федеративное вот это обучение и все прочее, а просто в реале. Вот именно поэтому в этой конструкции, наверное, для себя мы можем сколько угодно гипотез выдвигать, но пока оно работает так, ну, как-то так. Я помню, как я перешагнул через себя, потому что я тоже вижу риски и параноик, но кажется, что если мы не можем остановить, как это, то лучше возглавить. И мы, значит, увидели запрос IT, запрос бизнеса на использование, там только появился там чат GPT и вся эта история. И безопасники пришли войти. Я помню, я пришел к CTO и сказал, слушай, давай-ка, ну, раз такой запрос есть, то сделаем шлюз, прям вот бери команду, у тебя есть разработчики, пили шлюз для того, чтобы мы могли сделать использование это контролируемым и удобным. Ну, то есть, и это иллюзия, что если мы, типа, запретим, я не знаю, как, ну, то есть, как вот они в телегу все равно суют там это запросы, сниппеты кода и что-то им отвечают. То есть, они все равно это найдут, способ воспользоваться. И, кажется, ну, идея в том, что, может быть, сделать это удобным, таким, чтобы как в продуктах, чтобы это был продуктовый подход к использованию того же средств машинного обучения, там, разрабами, ну, и типа в эту сторону куда-то. И вот как-то это сработало лучше. И они сами запилили себе шлюз, сами сделали контроли на нем, ну, то есть, и все нормально поехало. В итоге мы от своего чайджа 5, ну, как от такового отказались, там есть собственные модели, но интеграция тут плотнее, скажем так, между нами и IT, это прям неплохо работает. Дим, ну, это в целом-то не спасает, это же не панацея. Я говорил про общую. Почему у нас нет единой модельки, нет единой ла, да, и единой до какой-нибудь генеративной сети, да. Ровно потому, что, наверное, говорю, ну, вот есть кусок паранойи, а может быть, кто-то должен возглавить это просто, да, и кто-то должен сказать, вот давайте, вот мы там все по-пацански друг другу доверимся, и все, с этого момента мы начинаем работать на этой модели. Ну, как-то так. Окей, спасибо. Денис, я вижу, что ты заскучал. Вопрос к тебе. Попалась мне тут недавно на глаза интересная аналитика Яндекс Клауду за 23 год, который пишет, что более 50% всех CIS так или иначе используют в своей практике искусственный интеллект, что в целом, ну, изначально маленько удивило, но больше удивило, наверное, даже то, как используют, да, то есть детализация, и это, как это ни странно, не какие-то там понятные всем известные кейсы, там, не знаю, биометрия, да, там так или иначе используют, там вроде есть ML-ка, ну, и понятный, да, кейс, а вот именно с точки зрения расследования, реагирования на инциденты, да, то есть это CM, это ML-ка в SUAR, это UBA-система во всех их проявлениях и так далее. Ты вот как признанный эксперт по расследованию, реагированию на инциденты, ты как на это смотришь? То есть есть ли страх, заменит тебя искусственный интеллект уже в конце концов? Нет, нет, страха, честно говоря, нет. Тут надо, мне кажется, чуть-чуть разделить, про что мы разговариваем, про ML, там, ИИ, это очень большая область, и есть там область, допустим, какой-то простой математической статистики, да, если грубо, и глубоких, там, deep learning, да, вот нейросети, вот этот черный ящик непредсказуемый, да, то есть вот, и одни вещи как бы понятны, это статистики, это то, что, наверное, применяют вот ребята в соках для отсеивания фолзов, чего-то такого понятного, когда есть детерминированные данные, когда понятно, что идет, и когда эти данные постоянные. Вот здесь, наверное, жизнь у этого какая-то дальнейшая виднеется, есть технологии для реализации этих штук. Вот, и тут тоже, меня тут позвали как хейтеры ML, вот, я все-таки предпочитаю какой-то, наверное, реализм. Это, вот знаете, есть евангелисты ML, говорят, вот ML там все, везде мы его засунем, будет он везде у нас работать, все делать. Сейчас пока такого нет, сейчас даже технологически такого нет, сейчас идет какое-то масштабирование. Вот есть вот этот чат GPD сделали, последнее вот вышло там что-то 4О, новость появилась, я сразу захожу, у меня там 3-5, да, вот эта версия. Я спрашиваю, блин, как получить доступ к 4О? Она говорит, извините, я не понимаю, о чем вы говорите вообще. То есть, грубо говоря, она как бы меня послала. Вот, это то, о чем, в общем-то, то, что надо знать про вот эти сети, их надо дообучать. У меня есть доступ к 4О. Вот, я понимаю, у тебя есть все. Вот, и тут ее надо дообучать постоянно. И тут надо понимать, что вот хакеры постоянно придумывают новые механизмы, и есть такая область неизвестного, да, то есть нейросети не умеют предсказывать, какую атаку проведет тот или иной хакер. Откуда мы знаем, какой сейчас тот или иной там Zero Day будет выпущен? То есть, если есть такой человек или такая технология, типа Zero Day бы уже как бы не было, это было бы мега-хайпово. И опять же, хайпуют вот на вот этом всем люди, которые и придумывают эти все GPT. Кто там, Илон Маск, допустим, да, там, скоро искусственный интеллект захватит мир. Пока это просто сито. Просто сито, которое пропускает через себя информацию, позволяет как-то кластеризовать, может быть, посвятить аномалии, которые дальше человек уже начинает как-то разгребать. Мы у себя там пытались что-то применить, но по-прежнему для нас важна точность. И точности пока не предвидится вот в этой же ChatGPT. Я там код пишу, пытаюсь там через ChatGPT код как-то там спрашиваю, как это написать, как это. Она какие-то атомарные функции дает мне, да. Я говорю, примени мне эту же функцию, покажи мне, как ее применять. Она ее применяет неправильно. Она туда там не все параметры вставляет. Я говорю, слушай, ну что ты параметры не вставил? Она говорит, ой, да, простите, извините. И вот так вот полчаса от час ты сидишь и фигачишь. А у нас вот при расследовании и реагировании важна точность. И нам нужно собрать данные, вот кучу данных, и точно понять, что где есть. Что-то там подсветить, и мы должны знать, что мы это посмотрели. Чтобы с какой-то там долей уверенности говорить, что да, действительно, инцидент исчерпан, посмотрели все, инцидент локализован, можно принимать какие-то меры, что-то там блокировать. То есть вот эту точность пока GPT не может никакие GPT вообще обеспечить. Потом, дальше, если вот эти GPT там научатся путем вот этого масштабирования, что-то классное подсвечивать. Опять же, у кого есть ресурсы, но вот эти огромные цоды, какие-то мега экзофлопсы, у кого такие ресурсы есть. Может быть, там одна-две компании, наверное, это применят. Они будут выпускать это куда-то там в паблик. Второй вопрос, кто этим будет пользоваться? Кто будет готов отдавать эти данные в эти большие GPT? Вопрос конфиденциальности. Он, опять же, как бы не решен. А простые какие-то вещи, да, в плане статистик, статистического вот этого ML, понятного, классического, он как бы нормально работает, это понятная история, и многие его уже как бы применяют. Но какого-то вот этого макро, да, вот этого подхода, я, честно говоря, пока не увидел. Ведь это как происходит? Хакеры применяют какую-то новую утилиту. Там Ngrok начали применять. Она как бы все ее использует, администраторы. Хакеры начали применять. И дальше вендоры защиты начали говорить, что это плохая утилита, и посвечивать ее. Хакеры начали применять другую утилиту с таким же назначением. Там local to net. И как тут быть? Как это все задетектировать? Это простой механизм. А как задетектировать те же вот эти zero-day, да, которые еще выйдут, да, как это спрогнозировать? Мне кажется, это пока из области какой-то фантастики, мифологии. Проще собрать кучу понятной информации из кучи хостов. Мы простыми инструментами собирали, там, вот последний у нас кейс был, 50 тысяч хостов мы собрали, все это дело, ну, грубо говоря, отгрепали, подсветили там некоторыми статистиками, и за пару дней мы понимаем, что мы видим, где есть какой инцидент. Вот, то есть, наверное, примерно такое видение. Ну, все-таки какие-то кейсы, которые вот ML-ки ты используешь, они есть? Ну, то есть ты дашь хоть какой-то шанс искусственному интеллекту? Нет, нет, статистики только. Там простейшие статистики, там, как там, user behavior, или как это правильно называется, да, то есть когда есть пользователи, которые там работают в нерабочие дни, на это можно навязать какие-то действия, которые делал пользователь в эти нерабочие дни или нерабочее время ночное, допустим, да, что он делал, что открывал, почему какой-то пользователь из секретариата, там, не знаю, из бухгалтеров полез на шару айтишную, да, там что-то смотреть. То есть вот такие вот простые вещи, они работают. Это все подсвечивается и нормально потом валидируется человеком. Я попробую чуть-чуть защитить этот email. Я не являюсь адептом, на самом деле, email, и мне кажется, что его действительно пытаются запихнуть везде. Но вот то, что ты приводишь, прям похоже на то, где мы пару раз достаточно сильно обломались, и у нас не получилось сделать. Например, была прикольная идея сделать поведенческий анализ. Мы собрали все там процессы с тачек и загрузили это в наши там суперкомпьютеры, которые могут выявить какие-то аномалии. Они даже, ну, короче, процессы, которые показывают аномалии. И нихрена это вообще не работает. Ну, то есть это вообще не работает. И то же самое, как бы… А может, моделька была какая-то неправильная. Выборка маленькая. Нет, дело не в этом. Дело в том, что если… Ну, то есть так оно вообще не работает. Если пытаться в чат GPT загружать сниппеты, коды и говорить, типа, а ну-ка покажи, где здесь уязы, и как их поправить, то он будет какой-то бред выдавать. Ну, то есть он будет что-то, ну, то есть какие-то уязы выдавать. Ну, то есть, а как сработало, и как оно работает, и кажется, как оно должно работать, это когда все-таки мы не отделяем. Это вот то, что я назвал ML-десант. Ну, то есть у нас где-то есть ML, и мы в него закидываем какие-то данные и ожидаем, что он нам какой-то классный результат выдаст. Он выдает какую-то бороду, короче, и мы расстраиваемся. Ну, стандартный путь. Мы прошли его несколько раз с разными командами, поэтому это единая продуктовая команда. И вот у меня сегодня 25 мая, до 31 мая все мои там продукт-лиды должны пройти тренинг внутренний по ML. Там половина из них уже прошла его, половина проходит. Почему? Потому что когда продукт-оунер не погружен в ML, то получается вот такая попытка использовать даже ML-инженеров. Ну, то есть у нас есть ML-инженеры, которые готовы. Ну, то есть в них забрасывают какие-то данные, они вообще не находясь в контексте там, не знаю, реагирования, вообще не понимают, что такое реагирование, как выглядит хакер и что он делает, пытаются выявить какие-то аномалии, выявляют их, это оказывается как хернёй, и все дружно расстраиваются. А как это работает вот по-другому? Мы взяли в части, например, того же обсека, мы взяли чужую модель гугловую по выявлению уязвимости, взяли полностью все наши репозитории, взяли все-все ранее найденные наши уязвимости и начали постепенно дообучать модель на конкретно наших уязвимостях, конкретно на том, как наши конкретные уязвимости, написанные нашими разрабами, были в нашей инфраструктуре, в наших репозиториях исправлены, и дообучили ее довольно неплохо. Ну, то есть и она показала офигенный результат, дообученная на нашем GitLab. Ну, то есть она, если ее перетащить, не знаю, к Володе Бенге, она работать не будет, просто не будет, она будет херовой моделью, потому что она обучена на моих уязвимостях, на том, как мои разрабы привыкли писать код. И вот это работает здорово. Или работает с теми же инцидентами. Вот я не очень знаю, вот в таких реагированиях, как у вас, честно, мне кажется, не очень применим как раз будет ML, а вот в реагированиях, как у меня, например, если мы посадим половину первой линии сока на моей инфраструктуре, с моими типами связей, с моими типами оборудования, с моими заливками рабочих станций и так далее, размечать инциденты и файн-тюнить модель, которая может реагировать, из этого может что-то получиться. Но это нужно, чтобы руководитель сока вместе с командой сока понимали, нахера они файн-тюнят, что они делают, как структурированы данные, которые они подают на вход машинки, как они размеченные данные получают и как их складывают. И тогда это может заработать привлечением email-инженеров и обеих команд. То есть это достаточно стабильная такая инфраструктура, в которой это может работать. Просто зафайн-тюнить какую-то абстрактную модель, найди мне какие-то отклонения, ну какие-то отклонения она находит. Пользоваться этим абсолютно технически невозможно. Поэтому это кажется конкретно в каждом персональном случае нужно прорабатывать, файн-тюнить модель, а сделать какую-то общую. Я не очень верю в это. По крайней мере, те решения, которые продаются на рынке, допростят меня уважаемые вендора, там везде email подпихнут, но как он работает вообще, ну то есть и что он делает, и главное, какой результат от него вообще не очень понятно пока. Потому что общую модель, кажется, сделать довольно сложно. По крайней мере, я сильно не сталкивался с таким. Отличный ответ. Как раз мы подобрались к следующему вопросу. Владимир, как представитель вендора, вот такой универсальный файн-тюнинг, насколько он возможен. Тут вот как раз месяц назад была JSEC, конференция международная, где там все вендора представляли свои решения по кибербезопасности. И ML-ка там была не то чтобы в каждом втором решении, а в каждом первом, по сути. Иногда прям непонятно даже, что он там делает, но он там есть. И ты как представитель вендора, как ты смотришь вот такой ML универсальный, который можно поставлять заказчикам, что он вообще будет делать, как он будет улучшать продукты, ну и какой-то визионерский взгляд свой можешь дать на этот вопрос. Ура, очередь до меня дошла. Что я еще сегодня обещал сделать? А, Лужники, привет! Так, вообще абсолютно со всеми хотел согласиться. Спасибо тебе большое. Вообще вот мне не надо повторяться по тем кейсам, которые у тебя, просто огнище. ML не заменит, я не являюсь аплагетом, что все окажутся на улице. Нифига, у нас просто будет более интересная работа. А не интересную работу мы зададим вот этим ребятам. Значит, и теперь что еще можно поделать, что универсального? Смотрите, глобально, если вот с точки зрения, как вот вендор на это смотрит, как можно поиспользовать ИИ, вообще эти современные интересные технологии. Есть там два основных трека. Иногда у тебя есть возможность поиспользовать ИИ для каких-то новых историй. Ты как-то раньше по одному выявлял инциденты или какой-то еще ИБшечкой занимался, а теперь можешь натравить туда новый механизм. Например, категоризатор. Есть такая история, прокси-сервера, вы ходите на сайты, и эти сайты надо откатегоризировать. Этот сайт что? Он рекламирует наркотики или продает оружие. Почему-то вам очень надо откатегоризировать одно от другого. Так вот, современные BAM-модели просто потрясающие в этом. Вам не надо иметь штат из ста сотрудников, которые будут что-то тыкать. Вам не надо заниматься статистическим анализом, искать ключевые слова или еще что-то, потому что вот эти большие языковые модели офигительно круто суммеризируют текст, который, соответственно, ты автоматически пропарсил эту историю. И это прям новая технология, по-новому дает какой-то прям движ старым подходам и старым технологическим историям. И, соответственно, это раз. Мы же говорили, вот, да, там раз. Вообще у нас там есть еще безумное количество вот таких же идей, как можно вообще пересобрать что-то старое, известное, совершенно иначе с новыми вот этими историями. А второй блок гораздо ближе к заказчикам, к пользователям. Мы, знаете, мы же каждый год на протяжении 10 лет рассказываем, у нас нет экспертов, нет экспертизы, нам надо всех учить, нам надо больше ибэшников. А ведь если мы возьмем ребят с первой линии, Дениса возьмем, вот что мне отражает в словах Дениса? Денис большой эксперт. Вот. Ему этот ML не нужен, но потому что он сам может и код написать, и проследовать, и точно нужное не пропустит. А когда мы берем в среднем заказчика, у которого не очень много сил, не очень много людей, и еще желательно еще трех студентов взять на какие-то ставки, и представьте, он открывает какой-нибудь, ну, я не знаю, что там, Денис, там, просветный инцидент. Окей, он открывает СИЭМ, и ты его не обучал полгода, что там события винды 16, 24, 25, где авторизация, где неуспешная авторизация винды, а этот человек просто делает запрос на русском языке. Он говорит, а покажи мне, пожалуйста, всех пользователей, что логинились в выходные дни. Ему, соответственно, он, что сегодняшние модели умеют делать, так это перекладывать это в более понятный код для системы, который как раз, опять же, это универсальное знание, потому что здесь тот же чат GPT и любой другой GPT практически никогда не ошибается, когда вы у него спрашиваете, какие типы событий за что отвечают и какие типы событий отвечают за авторизацию, за неуспешную авторизацию, и он вам выдадит список, соответственно, ответов. Может ли это сделать эксперт? Да, может. Но это история, которая может дать абсолютно всем удобный доступ к конечному результату. Я этим много распользовался. Для меня, ну, то есть я вообще, честно говоря, фанат скорее ИИ, потому что в какой-то момент у меня образовался очень большой набор, не знаю, каких-то там данных, бигдаты и вот этого всего, и мне надо было это с этим крутить. И чаще всего у меня было большое число различных помощников, помогаторов, инженеров, программистов, еще кого-то, аналитиков, кому я выдавал задачу и говорил, слушай, мне надо вот так, мне надо вот так, потому что просто у меня нету на это времени, на то, чтобы покрутить данные в какую-то нужную сторону. Так я уже больше года вообще этим не пользуюсь, потому что у меня есть какой-нибудь кликхаус, к нему прикручена обычно какая-нибудь графана и захардкожен, соответственно, запрос в GPT, причем в любой, с моделью моей базы данных. И я просто ему пишу, слушай, мне нужно построить модель с выборкой по неделю, топ-10, всех остальных записать в 11-й, график по неделям со стопроцентной загрузкой, шкалой. И он мне выдает такой прям запрос, знаете, страницы две, наверное, искали запрос в графане, которая с первого раза отрабатывает. Написал бы я сам? Ну да, написал бы. Часов за 6, наверное. А он выдает это за 10 секунд. И русским языком у него спросил, он по-русски ответил. Ну ответил мне странно, я просто должен был Ctrl-C, Ctrl-V делать. Но неважно. И это офигенно круто. То есть это автоматизирует нашу работу. Я получаю результат вот так вот, гораздо дешевле, проще, и не занимаю лишние, соответственно, вакансии. Ребята могут пойти заниматься более интересными делами, а не помогать мне в аналитике таблиц. Поэтому однозначно, да, и есть вот эти вот две основные вещи, которые, соответственно, мы можем использовать и в рамках выявления, в рамках внутренних историй, в рамках каких-то новых техник по выявлению чего-либо. А с другой стороны, упрощение работы, потому что у нас очень экспертная история. Ну то есть и бэшники в целом, к сожалению, должны быть очень экспертны. Они дофига всего должны знать, чтобы эффективно с этим бороться. Мы можем прям уметь снижать этот градус для большинства задач по информационной безопасности. Можно я дополню? Мне очень понравилось то, что ты сказал. И хочется, чтобы это было максимально полезно и сделать на этом акцент все-таки. Но то есть как будто бы правда, мы ожидаем, что придет какой-то сеньор, помидор, помидор, хотелось сказать, сеньор ML и чемпион сеньор, который вот херак, и он пройдет по всем командам, и что-то там, вот там магия-магия дальше, и оно все автоматизировано, и там само пыхтит, работает. Но вот реально на опыте, правда, вот наверное, если бы кому-то был интересен мой совет, то я бы сказал, что вот кто ЦИСа или кто занимается развитием информационной безопасности, не поленитесь, просто вот сходите, не знаю, в Мехмат или наймите себе пару джунов математиков. Просто вот это недорого для организации, не сожрет какие-то ставки. Ну, то есть два джуна математика на какие-то определенные задачи, если вы их погрузите в контекст, за полгода вам сгенерируют результаты больше, чем многие команды, которые делают это годами. И вот этот факт почему-то, как бы он вроде очевиден, но никто так не делает. И я так не делал на самом деле. Я вот, например, там внутренний антифрод, я пытался развивать, искал экспертов на рынке по полгода, год искал, вот нашел там двоих. Ну, то есть вот мы там втроем с ними делали внутренний фрод. Упоролись искать людей, не нашли. Все приходят, знают, как гайки в какой-нибудь системе крутить, а мне оно не надо. Ну, то есть мне нужна там кастомизация высокая. И в итоге мы наняли сначала двух математиков, прям после универа вообще просто. Ребята вот со скамьи пришли, просто математику знали. И вот все наши эмпирические модели, которые мы делали там полтора-два года с двумя лидами, эти два джуна математика, они их, извините, сожрали, короче, сделали лучшие модели, которые показывают лучший результат, лучший статистический результат выявления отклонений там от уебы, от поведения, чем то, что мы пытались эмпирически делать там в течение длительного времени. И дальше, ну, как бы мы, конечно же, мы этим путем пошли. У нас там человек 8 математиков просто в антифроде, и они показывают охеренный результат, просто делая модели, не пытаясь сгенерировать какие-то эмпирические правила. Тот антифрод внешний, который, я имею в виду, что по клиентам, ну, когда у клиента бабки воруют, он уже давно, там эмпирические, наверное, есть какие-то правила, но там порядка тысячи параметров, тысячи параметров, которые анализируются по клиенту различных, и правила, которые разработаны, они и меняются, и генерируются машинным обучением уже много лет. Ну, то есть ребята отказались давно уже от написания каких-то правил, ну, то есть это работает так и только так. Ну, то есть поэтому, если у вас есть возможность, или вы человек, принимающий решение, конкретно ты принимаешь решение по найму, возьми себе двух математиков, и ты будешь удивлен результатом. Спасибо. Спасибо. Вопрос все-таки еще раз Владимиру в продолжении разговора. То есть вот вы, когда делаете некие решения, которые там, ну, содержат все эмельку, ну, и пусть даже не эмельку, да, то есть если мы говорим, что вы закладываете какую-то автоматизацию, которая фактически как-то подменяет работу эксперта на стороне заказчика. При этом не увеличивается ли ответственность вендора в данном случае за результат, который это решение поставляет заказчика. Ну, то есть чем более к таким интегральным процессам автоматизации мы как будто бы переходим, тем вроде как больше ответственности должен нести вендор. Ну, то есть такая дилемма, можно сказать, молотка и забитых гвоздей. Здесь нет дилеммы. Почему? Ну, то есть это факт. Чем больше вендор дает, тем большую ответственность он несет. Если вендор говорит о том, что, слушай, я сделал хорошую историю, она собирает события, он отвечает только за то, что оно будет просто собирать. Если он говорит, я буду собирать и выявлять, значит, ну, в общем-то он уже где-то пообещал, что он будет выявлять. А если вендор приходит и говорит, слушай, с моим продуктом ты будешь гораздо более эффективно выявлять инциденты информационной безопасности, это значит, что мы подменяем и помогаем, или совместно, и прям отвечаем за процесс. Не просто отдаем инструментария, отвечаем за конечный результат. И да, чем более, соответственно, большой продукт вендор несет заказчика, тем, ну, во-первых, он дороже стоит, так что как бы тут тоже есть экономика некая. А во-вторых, конечно же, он больше берет ответственности на себя. И вообще, я надеюсь, не ровен сейчас, когда мы будем предъявлять вендорам точно такую же ответственность, как автомобилям с автопилотами. А в чем может быть выражена эта ответственность? Ну, то есть, вот вендор поставил решение, там у заказчика случился инцидент, не знаю, миллиард рублей потеряно. Я начинаю встречать проекты, в которых, соответственно, когда мы приходим, рассказываем о тех или иных технологических решениях, говорим, какие мы новые будем делать, не знаю, как мы будем старые улучшать или еще что-то, и заказчик говорит, слушай, это реально очень круто, а давай тогда изменим правила, так сказать, формирования закупки. Я буду покупать не готовые решения, готовый продукт, я покупаю, ну, итог, и прямо в контрактных обязательствах пропишу ответственность. И, соответственно, ну, надо понимать, что те игроки, которые на это готовы, и которые идут, да, прописываю ответственность прямо туда, и, соответственно, мы будем как вендор, как интегратор, как сервис-провайдер, вообще не важно что, вот, мы просто как эксперты в кикбербезе отвечаем за конечный результат. Там по понятным причинам дальше в ценнике рисуется нолик где-то, не слева, а справа, вот, но, да, и прямо это какой-то взрослый подход. Заказчик говорит, да, давай возьмешь. Паводи, а деньги-то будете платить, нет? Вам же сказали, миллиард потеряли. Возместите? Нет, так это прямо в контрактных, я прямо знаю несколько примеров, где это в контрактных обязательствах прописано. Прям напрямую. Почему у нас такой нет контракта? Так там нули же, я же говорю, много нулей надо дописать, много прямо. Я бы тут, наверное, маленько дополнил, но потому что я же все-таки тоже вендор, да, представитель. Вам тоже вопрос есть. Отлично, да, отлично. Надо все-таки разделять понятия sharing ответственности и sharing рисков. То есть ответственность предполагает, что если что-то происходит плохое, то как заказчик, так и вендор, они несут некие негативные последствия, каждый в своем ключе. То есть мы, допустим, там большая компания на бирже, случился неприятный инцидент, везде в СМИ у нас упала капитализация, что нам прям плохо. Хотя вам, как заказчику, наверное, действительно все равно, потому что у вас там свой ущерб. А sharing рисков предполагает, наверное, то, что мы имеем большое финансовое плечо и прям компенсируем вам ваш риск. И, как правило, конечно, вендор это не делает, потому что такого огромного плеча у нас нет. Это должен быть либо банк, либо страховая компания. Но это не противоречит исходной модели, потому что вот даже сейчас мы, как вендор, в некоторые наши такие как раз интегральные продукты, мы хотим встраивать услуги страховой компании, потому что страховая премия там настолько минимизируется за счет того, что качество процессов выставленных действительно очень высокое. И страховая компания это понимает, и она сильно опускает страховую премию до такой степени, что мы ее можем прям безболезненно вставить без дописывания нуля справа в те решения, которые мы поставляем. Ну, это пока, конечно, в планах. То есть это модель, которую мы сейчас прорабатываем и мы готовы будем, возможно, скоро нести в рынок. Может, тут интересный такой тезис был по поводу автопилота. И вот у меня всегда, когда про машинобучение заходит речь, у меня вот возникает вопрос. Мы, как расследователи, реагенты, работаем с человеческим фактором. То есть где-то кто-то что-то недосмотрел. То есть на этапе, начиная, наверное, с инвентаризации, инвентаризация, внедрение, анализ бизнес-процессов, прочее, прочее. То есть кто-то что-то недосмотрел. Это делают люди. И, наверное, по аналогии с автопилотом, логика-то в чем, если один автопилот на дороге, наверное, это опасно. А если все автоматизированы, все роботизированы, то есть все автопилоты, наверное, это более-менее безопасно. Также и здесь. Имеет ли смысл внедрять машинное обучение на всех этапах внедрения систем безопасности? Это вопрос к кому? Вообще к ЦИСу. Я просто опыта не имею во внедрениях, в этом всем. В чем еще я знаю, то, что постоянно люди ошибаются. И, в общем, какое там машинное обучение ни было, машинное обучение принимает на вход информацию. И если ты информации не додашь, то она сделает неправильный вывод. Там же вторая есть часть, которую мы вообще не затронули здесь, и она как-то вообще не обсуждалась. Я не знаю, обсуждалась ли она. Не видел, по крайней мере, но интересно было бы посмотреть. Сейчас только появляются стандарты по самим моделям. Ну, типа отравление данных, отравление моделей, внесение в них закладок. Ну, то есть там, на самом деле, достаточно есть такие прям простые атаки, которые могут к катастрофе приводить. И они прям простые. То есть, как это... Старая шутка была, спросили пароль, когда подбирали китайцы, Ким Чен Ир, или что там ввели 2 миллиона раз. Вот кажется, с моделью это может сработать. Ее можно переубедить, что это правильный пароль. Ну, то есть, и вот эту часть почему-то вообще не рассматривали. Сейчас появляется НИСТовский стандарт, как он... Data Bricks, как-то он Bricks, что-то там, Bricks Data тоже выпустили, там 50 угроз, и как бы моделирование угроз относительно моделей и вообще машинного обучения. Ну, это такое, то есть, опять же, в тот же ChatGPT, если оголтело грузить, как бы, все свои, весь свой код, то кто-то может спросить у ChatGPT, а как атаковать эту организацию? Он расскажет. Поэтому нужно аккуратно с этим работать. Но при этом вы все равно грузите. Мы грузим не сниппеты кода, которые как бы проверяются через наш шлюз. Ну, то есть, нет, мы не грузим. Во-первых, шлюз отсекает, как бы, то, что мы не хотим грузить. А то, что можно грузить, то, что не связывая ему, то да, причем не связывая ему на долгом периоде, не связывая ему так долго, как сколько нам это станет неинтересно. Ну, то есть, код же обновляется, и ты можешь этот хвост не соединять. Ну, то есть, если уж кто-то и соберется собрать, типа, весь наш код, то у него на том периоде, пока код не меняется, пока мы ландшафт не изменим, у него вряд ли получится это сделать, и мы это контролируем через шлюз. Ну, то есть, заморочено, может, сказал, но, как бы, это можно обеспечить. Но если просто весь гид загрузить в ChatGPT, наверное, будет херово. Ну, то есть, да, как бы это не очень приятно, как у нек... Ну, ладно, не буду говорить, кто куда что. Вот. Короче, жалко, что мы не затронули. Вот эта тема интересная, и это, наверное, тема отдельной дискуссии, как атаковать модели, как защищаться от атакованных моделей. И пару лет назад я уже даже обсуждение имел с ребятами и компаниями, которые пинтестят модели. Ну, то есть, они могут пытаться отравить их, пытаться обмануть. И тот же ChatGPT, да его легко обмануть вообще. Ну, то есть, те ограничения, которые туда вставлены, ну, вот, как бы языковая модель, она же, ну, то есть, типа генеративные модели, у них есть ограничения не навреди, не говори там про бомбы, не рассказывай там про всякие штуки. Но если у нее правильно спрашивать, все она рассказывает. Ну, то есть, это вообще легко обходится. Это та модель, в которую, типа, взрослая. Ну, то есть, что говорить про обычные модели? При этом, на самом деле, этим угрозам уже много лет. Ну, то есть, я первый раз, такой закрытый доклад, мне попросили по угрозам относительно, email этих всех историй. Было, я вот сейчас ты рассказывал, я понял, что в 2019 году я ездил и, соответственно, уважаемым коллегам рассказывал, как, соответственно, мы, потому что тогда уже были исследования и по знакам, и по, вот, вот это все вообще там... Ничего не поменялось, никто не защитился. Да, да, да. То есть, прошло уже больше шести лет, где это публично-массовая история, и все про это плюс-минус знают. А вторая история про эти угрозы, это не связанная с алгоритмами, а связанная с данными, в том, что, ну, все эти концепции требуют огромного массива данных, который имеет очень много различных внешних API, что в итоге приводит вот к офигительному росту угроз с точки зрения просто вот утечек и всего остального. И вот согласен, и третья грань, и третья грань, которую ты сейчас затронул, я общался с ребятами, которые делают ML, ну, профессионально, я говорю, слушайте, а когда начнем биометрию обманывать? Они такие... Уже. Уже, да. И то есть, вот это тоже проблема. И проблема и слитых данных, которые можно, типа, попросить там нагенерить тебе разных данных, которые как бы... Он тебе какую-нибудь базу соберет для обзвона, не знаю, там службы безопасности, ну, то есть, и как бы... Ну, вот такие штуки. И подделать можно уже личность и identity. Ну, то есть, это действительно большая проблема. Это next level, короче, который когда случится, тогда, видимо, и поговорим на этой панели. К сожалению, не происходит это заранее. Но оно случится. Правда. Это будет. Окей, спасибо. У нас осталось всего шесть минут. Я хочу задать последний вопрос, чтобы каждый там кратко, ну, на него дал такой ответ от себя. Вот, как изменится профессия безопасника в ближайшие пять-десять лет? Да, что принципиально изменится, что вы будете требовать от них нового через десять лет? Я могу сказать, как, знаешь, мне почему-то не пять-десять лет, а пять-десять минут, как бы изменится профессия безопасника, и как она меняется вообще нон-стопом постоянно. И я уже много раз говорил, что если вы занимаетесь инфраструктурной безопасностью, то идите срочно DFC-копс учите, потому что, скорее всего, профессия там инженера, ну, то есть, там, не кейщика, она будет просто не нужна. Ну, типа, не надо защищать сервера, нужно просто убрать администраторов, запретить доступ к серверам и захарденить это, и тогда не нужно там ни антивируса, вообще ничего. И все в эту сторону идет, то есть, в харденинг, и все уходит на уровень выше, на уровень прикладной, там, где все копсов, в эту сторону, и оно постоянно туда развивается, ну, то есть, ML-секопс, ну, то есть, туда же развивается, и кажется, что крутой безопасник это тот, кто все-таки инженер по безопасности, наверное, в который совмещает себе Security Operation Center, который совмещает себе и навыки Application Security, навыки, ML-инженеры, навыки, это, наверное, такая мечта какая-то, да, но вот грань смывается, и причем она смывается не в пользу классических безопасников, которые внедряют там средства защиты, если раньше мы называли классическими, кто бумажки пишет, то теперь кажется классическим, кто внедряет такие CZE, но надо уже перестать внедрять CZE и делать Security by Default, ну, то есть, не работает наложенная безопасность, если она не идет из коробки, если она не является свойством и частью любого продукта или платформы, то всякая наложенная безопасность это компенсационная мера, всякие антивирусы, EDR, вся вот эта борода, которая толкается, это все компенсационная мера, которая работает очень плохо, прям очень плохо, и на моем опыте там самые защищенные платформы, которые у нас есть, извините, там нет средств защиты, ни одного средства защиты там нету, оно мешает, ну, то есть, оно мешает, как бы, работать в платформе нормально, и оно там не нужно, ну, то есть, и лучший харденинг, убрать оттуда администраторов, делать ему табельную, эфемерную инфраструктуру, это доклад был на RSA-конференции, где чувак рассказывал, почему целостность, доступность, конфиденциальность умерли, типа, эфемерность, реалибилити, ну, что там еще было, ну, CIA-дай, отдай, это дистрибутивность, и мутабельность, и эфемерность, и лайв, ну, то есть, вот эти свойства кажутся более полезными и важными для систем, ну, какой-нибудь пример, не знаю, у меня огромная же там инфраструктура, Дмитрий, дай другим возможность тоже высказаться, ладно, хотел пример высказать, ладно, да, у меня много примеров, в любом случае, это будет уход, наверное, в направлении ML, разработки, поддержу Дмитрия, абсолютно, процессы, которые простые, которые сейчас используются, не знаю, на уровне, опять же, инфраструктуры и прочее, это, ну, отмирающая история, мы уже идем по этому пути, ну, объективно все, потому что, ну, мы понимаем там, содержать роту морской пехоты, которая вот этим monkey job'ом занимается, ну, смысла нет, соответственно, так. Спасибо. Денис? Новые технологии создают новые угрозы, там, где новые угрозы, там больше работы для нас. Отлично, отлично. Дмитрий? Еще нужно, короче, я могу вообще одним словом. Нет, на самом деле, я абсолютно полностью с Димой согласен, он правильные вещи сказал, чуть-чуть назад, джелбрейки, да, и прочее, то, как обман происходит в модели, я думаю, ну, что вспомните, у нас была там бумажная безопасность, потом отжали кусок IT, потом еще кусок IT, потом через какое-то время IT вообще исчезнет, будет ИБ, очень грамотно ребята уже пишут, в принципе, стандарты, где CIS, ну, CIO, он стоит по, там, ниже, да, CIS, главное. Это правильная вещь, абсолютно, я в это верю, но самое главное, что появляется вот это новое направление, да, вот этого обмана, вот этого лингвистического хакера, так называемого, да, если появляются такие хакеры, значит, должны появиться такие защитные, а что они должны делать? Они должны знать грамотно английский, русский язык, в принципе, разговаривать на нем, по большому счету, тестировать, там, пилотировать, и, ну, это очень важно, потому что, говорю, появятся вот эти мамкины хакеры, которые просто знают русский язык хорошо, могут задать, там, чат GPD, сделай мне вот это, вот это, вот это, вот это, обманул, и потом получу какой-то код, которым даже не понимаешь, что он сделает, но я это сделаю, ну, то есть, вот в этом направлении, мне кажется, нам, ну, появятся новые какие-то профессии, специальности, а так я со всеми согласен, абсолютно. Отлично. Что делать молодым, как опускаться, вот, куда смотреть, это исключительно горячие глаза, обязательно важно следить за трендами, но при этом каждый раз, когда вы, ну, вот за что-то цепляетесь, вот мы сейчас цепанули за ИИ, и в эту историю надо глубоко погружаться, не нужно быть фанатиком ИИ, и, соответственно, пихать, как на всех вот этих вот, везде, в общем, пихнем, и как на конференции, на ИРСАК, и вот везде, это делают те, кто, соответственно, не погружается в детали, погружайтесь в детали, но при этом следите за трендами, чтобы каждые три года бежать дальше с горячими глазами, это прям универсальный успех, там мы и будем все. Спасибо, я резюмирую, вообще вот вопрос, который у нас озвучит сегодня в названии секции, я как раз задал чату GPT, это у тебя резюме было заранее написано, это нормально. Нет, я запросил чат GPT, что он по этому поводу думает, и я прям дословно зачитаю, да, вот что вот он выдал. AI может значительно улучшить способности в сфере кибербезопасности, помогая в обнаружении атак, анализе угроз и защите сетей. Однако специалисты по кибербезопасности играют ключевую роль в создании стратегии, разработке новых методов защиты и принятии стратегических решений. Искусственный интеллект может быть полезным инструментом, но опыт и экспертиза людей пока остаются необходимыми для борьбы с постоянно изменяющимися угрозами в киберпространстве. Вот что отвечает чат GPT на тему нашей как раз сегодняшней секции. И в целом это как будто бы прям четко коррелирует, вот к чему мы пришли, то есть вот шесть высокооплачиваемых специалистов в течение часа генерировали на самом деле примерно тот же самый ответ, что чат GPT там совершенно бесплатно за долю секунды. Поэтому вот что тут можно сказать? Пустил так и пустил. Тебя запомнили просто. В целом никакие технологические революции, они никогда не были точно предсказаны. То есть это всегда некий такой черный лебедь, который может прилететь совершенно неожиданно, например, завтра. И существенно поменяет всю нашу жизнь. Поэтому надо быть к этому готовыми. В целом все. Спасибо, коллеги. Спасибо. Далее поговорим о том, как злоумышленники могут атаковать привычные системы с помощью квантовых вычислений и как защититься от такого рода атак. Тему представят Екатерина Снегирева, старший аналитик Positive Technologies, Антон Гугля, генеральный директор КУАП. Через несколько минут. Не пропустите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!